Результаты прошедших во вторник внутрипартийных выборов опровергли все соцопросы. Победа Берни Сандерса в Мичигане стала самым большим сюрпризом в современной истории президентских гонок в США. Согласно практически всем социологическим исследованиям и по мнению большинства экспертов, Хилари Клинтон должна была выиграть праймерис в Мичигане с серьезным отрывом. Однако Сандерс получил на полтора процента больше голосов, чем она. Первое место в одном из важнейших штатов придала компании сенатора из Вермонта новый импульс. Американские СМИ сразу же заговорили о проблемах с кандидатурой Клинтон, в особенности с молодежью и белым электоратом. Сандерс стабильно получает больше голосов белых, чем Клинтон, и для оставленницы демократического истеблишмента это серьезная проблема. Этот момент отмечают и эксперты, говоря о ее шансах на победу в следующих штатах. Во Флориде очень много пожилых и не белых избирателей, поэтому это хорошая территория для Хиллари Клинтон. Удобным штатом для Клинтон стал Миссисипи, где во вторник также голосовали сторонники Демпартии. Этот штат отошел в актив экс-госсекретаря с огромным преимуществом. В итоге она увеличила отрыв от Сандерса. Но таких удобных для Клинтон штатов почти не осталось. После Флориды, которая голосует в ближайший вторник, инициатива может окончательно перейти к ее сопернику. Общий счет делегатов на данный момент – 1238-572 в пользу Клинтон. У республиканцев в трех из четырех штатов, где вчера прошли первичные выборы, доминировал лидер гонки Дональд Трамп. Он стал первым номером в Мичигане, Миссисипи и на Гавайях. Его ближайший преследователь Тед Круз крупно победил Вайдаха. Марка Рубио и Джон Кейсик показали очень плохие результаты, и шансы Рубио получить номинацию быстро приближаются к нулю. На данный момент у Трампа 461 делегат, у Круза 360 и у Рубио 154. А сегодня же кандидатуру упомянутого Теда Круза официально поддержала ранее выбывшая из президентской гонки экс-глава корпорации Хьюлот Паккарт Карли Фиорина.